привет 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 блин какие девчонки симпатичные все прям все и такие они какие-то стесняются если она как нибудь выразить свои эмоции знаешь анекдот такой представь себе цирк то есть вот для них то что я с ними здороваюсь это абсолютно необычно вот они даже не могут понять как же им себя вести в этом случае хотя здороваются же многие вот прошлый раз мы ходили здоровались нужно подойти на воду посмотреть спуститься ну и что тут проблем то нет господи ну зашли вышли вот именно вот к этой воде я не подходил по каким-то очень похожим на эту дорогу я ходил может быть даже по этой этот все похожи мы тут были не 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 я тут был вот из этих материалов гофра гофра в общем из какой-то который вот забор обычно делают тут кстати у ни у кого нет заборов из такой гофры вот и именно вот строят стены стены домов из такой гофры ну там наверное как в духовке летом жару в ней она должна вся продуваться очень тяжело жить в таком жилище это прям совсем бедные постройки и в то же самое время кирпичные стоят заброшенные вот дом тоже с этой гофры и вон дома прям совсем 0 а вот огородик полисадник какой-то засажен чем-то непонятно что это такое вроде на помидоры не похоже не знаю могу сказать что это может быть и вот здесь вот такие пруды буквально у каждого мне кажется вот у каждого и вот они выращивают это разводит рыбу да мы вышли именно на то место гуляли и мы с тобой здесь и были по моему а нет может другой с ним другой место они рыбу ловит руками причем причем ловят рыбу руками голыми руками много построек и вот здесь вот вот тут тут мне нравится тут красиво как спокойно природа люди гуляют отдыхают причем оделись он красиво они специально оделись как празднично до выйти пройтись по улице прогуляться вот там дальше с отличия с левой стороны вот что-то цветет арианин цветы и врывает интересно как они пахнут тут обрыв ты не достанешь может туда ухнуть ухнуть можно не не аккуратно 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 с этим озеро-то большое я бы даже сказал это наверное как даже может быть какой-то небольшой водохранилище для местных нужд хотя скорее всего просто рыбу разводят вот это дом дом смотри какой дом вроде сам по себе неказистенький да там какие-то он это мечеть это мечеть а вот ворота здесь очень серьезные так вот кто нам орет в окна понятно духовные отцы самые богатые здесь люди кстати если вот стол с дом поговорить или не видишь это много в свое время это тоже была как бы целая год программа практически вот здесь есть такая дорожка небольшая вот прям здесь и там прудик и лава вон лавочка может там посидеть на лавочке в тенечке хорошая такая лавочка но это огород чей то я думаю что ничего страшного не будет если мы просто пройдем хотя да но он огорожен да особо ты не пройдешь и пойдем по чужим огородам мне так хотелось в прошлый раз туда посидеть за листом не стал тоже нету больше лавочек здесь нигде кроме этой лавочки вон она или это стол какой-то типа столика ну что-то такое вот рядом с прудиком что можно было там посидеть возможно это с отличие тут люди живут за этими деревьями будут эти делать какие-то эти вот это же вот пальма как же они называются масло то это у нас продается не оливки нет оливки совершенно другие я знаю как они растут как они выглядят деревья совершенно иначе выглядят там вот деревья именно вот такие вот оливковые называются деревья а это пальма вот масло у нас пальма пальмовое масло делают и вот это именно те плоды из которых делается пальмовое масло он они вот они вот так вот растут и так выглядит там есть какая-то составляющая она доли 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 процента в европе в европу обычно поступает гораздо более очищенное пальмовое масло чем к нам с гораздо более меньшим уровнем вот этого канцерогена это запретили поставлять а к нам идет менее очищена поэтому и еще кстати вот это вещество я не помню как он называется но она очень канцерогенная вот она накапливается имеет в организме накопительный эффект ты просто ешь печенье на пальмовом масле там что-то еще что-то еще что-то еще она накапливается в итоге раз и откуда ни возьмись у тебя рак непонятно из чего вроде вел здоровый образ жизни и вроде старался ничего такого зловредного вредного не есть не пить и тем не менее ты какую-то печеньку съел может и не раз в котором было использовано вместо обычного масла пальмовое и все и вот те результат и и никогда в жизни не угадаешь из-за чего а все вот из-за таких банальных простых вещей поэтому пошли такие эпидемии заболеваний раком именно тогда когда стали использовать вот эти пальмовые масла они очень сильно конечно удешевляют производство сам продукт дешевле вот но негативная сторона тоже есть о которой практически нигде никогда не говорят эта информация практически никогда нигде не встретишь ее стараются она она не выгодна просто никому кроме там несколько несколько буквально ученых которые не боятся об этом говорить вот такие вещи среди среды ученых тоже стараются не распространяться о них потому что их потом начинают другие же коллеги гнобить всевозможные с вами там вот это цыплятник я тут был там столько много этих цыплят нужно еще раз поснимать ой тут какие уже построили им они просто гуляли а теперь им построили но они сидят в клетке и пьют из поилки и едят из кормушки пьют из поилки там воды уже кстати маловато в общем их посадили специальные контейнеры да вот это вот сельская местность которую я люблю вот по таким местам гулять одно удовольствие просто просто несказанно да кстати нужно остановиться я их поснимаю еще свободно гуляют цыплята много их тут да есть какие-то нам домашние животные корова птица какая интересная полетела птица интересно какая полетела красиво красивое оперение вот уже огороды пошли засажены капустой только-только листики распускает вот тут видно люди работают участки рядки поделаны заросшие все бедой какой-то местный помидоры зеленые еще висят мы такие собираем они доспевают ящиках у нас такие же зеленые за месяц доспевают бананы вон висят даже тоже чем-то по кабачки что ли какие-то непонятно что это такое перец наверно острый нет что-то другое хотя нет перец 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 все равно слабо конечно у них тут с огородами тем могло бы все расти пока сам не отвалится огурцы ничи пять огурцы ну какие-то плети прям застарелые у этих огурцов древние придревние интересно сами-то огурцы тут есть то ли какие-то это не огурцы что другое тыквы наверно какие-то и ничего не висит завязи есть пару штук вот такие может что-то типа кабачков ну ну Странно, что здесь виноград не растет. Тепло. Климат хороший. Виноград не растет. Почему? Неужели ему климат это не подходит? На рынке, кстати, навал винограда. Ну, там такие цены, что он привозной, мне бы сказали, весь. Виноград? Весь привозной. Его откуда привозят. Местного нет. Но если бы он рос здесь, он бы везде был. Он, по всей видимости, вообще здесь не растет. И что удивительно, мало бананов. Вот люди сажаются сюда, мало. Ой, какие-то птицы. Вон сидят. Чудные какие-то. Может, даже какие-то наши, которые на зиму сюда прилетели. Хотя нет. Скорее всего, местные какие-то. Вон птичка. Птичка скачет. Какие-то скворцы местные. Или дрозды. Или дрозды какие-то, да. Или чижики. Вот огороды начались. Капуста. Хорошая капуста попадается. Неплохая. Хорошие качанчики такие есть. Прям много ее здесь. Вот, видно, люди работают. Голосипеды хорошие у них. Какие машины. Эти мотороллеры какие-то интересные. Да. Ну, что-то он работает. Траву, наверное, козом. Или скота собирают. Пропалует огород, по всей видимости, да. Какой-то местной травы. Первый раз вижу, чтоб люди работают. А, лук собирают, да. Лук. Здравствуйте. Приезжайте. Здрасте. Собирают урожай лука. И тут лука много. Вот еще. Вот еще поле целое. Луком засажено было. Он уже посох, его собирают. А это, наверное, пшеница что-то. Тоже собрали уже. Вот, заметно, что семья занимается огородом. Участок большой. Да. Вот это. Здесь интересно. по таким местам гулять. А здесь, наверное, помпа работает. Поливают, скорее, все деревья. С какого-то водоема. Ну что, Саша, куда-нибудь на параллельную, да? Ну, пока прямо идем. Там видно будет. Поворота же нет. А вон впереди. Тут же асфальт параллельный где-то идет, да? Да. Мы в любом случае выйдем на асфальт. Тут без вариантов. Если в ту сторону, то по любому дорогу. Причем она тут близко. Хлебное дерево. Там большие плоды висят. Большие. Да. Что-то такое необычное. Кругом. Непривычное. Удивительно прям. Чудно все так кругом. Кроме пыль на дорогах. Пыль прям такая же, как у нас. О! Маленькое дерево банановое. И бананчики висят. Я где-то читал, что ли, может, в какой-то передаче видел, что банановое дерево плодоносит только один раз. Вот оно. Плоды созрели, оно уже не будет плодоносить. Его надо вырубать, новое сажать. Но здесь такое ощущение, что то ли это листья старые, срубленные, то ли может быть... Ну, вот оно из центра растет. То есть это вот действительно центральный такой росток. Да. По всей видимости, так и есть один раз. О! Какой-то дом. Таких здесь домов мало. Культурно все. Дорожка забетонирована. Это может даже тоже маленьное что-нибудь, мечеть какая-нибудь. Если там есть громкоговорители, то, скорее всего, так и есть. Красота. Громкоговорителей не наблюдаю. Наверное, живой дом. Ну, никаких хозпостройок тоже нет. Что странно. Участок совершенно пустой. Его не засаживают ничем, не обрабатывают, ничего там не растет. Кроме нескольких деревьев. Вот. Смотри-ка. Ой, сколько там. Всего-то. Хлеба-то сколько выросло. Прям булки висят. Батоны. Побольше батон, поменьше батон. Вот это да. Надо купить на рынке, попробовать, что это такое. Не пробовал такое? Да. А вот дерево вообще усыпано полностью плодами этими хлебного дерева. Сейчас подойду поближе, поснимаю. Полностью усыпано все. И огромные какие висят. Все полностью усыпано. Не наступить бы на какую-нибудь змею здесь, которая могла отдохнуть здесь. Ой-ой-ой. Надо что-то сфотографировать эту красоту. Что-то немножко себе наводится какая-то. Да, интересно. Интересная здесь природа необычная. Не пойму, что тут случилось-то. Что она так яркая? Как подключить-то? Вот. Все. Идем дальше. Фух. Красота. Тоже дом какой культурный. Таких домов здесь мало. Хоспостройки. А вот и кабачки какие-то местные. Вот они. Вот они. Рискость не наводится. Что-то не пойму. Что такое. Ладно. Они в пакеты завернуты, наверное, чтобы вредители не повреждали какие-то местные. Кабачки что ли какие-то. Типа колодцы, наверное, какого-то, да? с колонкой. Люди под деревом стоят, все на нас смотрят. Идут две большие белые обезьяны. Ну, мы для них так выглядим. Интересно все, как, да? Пробуем. Они просто стоят, просто сидят. Просто так. Дом какой хороший, культурный. Тоже забетонировано все. Вот таких мест мало, таких домов культурных. Как-то в основном все победнее здесь. Привет! 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 Сейчас карту откроем, посмотрим, где мы. Маршрут построим и вернемся. Все, тогда в обратном направлении. Сейчас сниму вот этого певца. У них монитофон какой-то поет, а не вот. Типа благословляют дворы, вон они что-то такое. О, какой-то цветок интересный, смотри. Не пойму, что-то куда, вискость не наводится у меня. Что-то такое. Как пользуется эта штука вообще-то у меня. Ну ладно. Вот они, вот они, вот они эти цветочки. Это то же самое, наверное, похоже на те, которые мы видели в Банглокутере, только более мелкие. О, как красиво. Дорога. Ну да, если туда, то ты говоришь. Оттуда. Я штуку так. Ну, хорошо. Я штуку. Продолжение следует...